Всем привет, друзья! И в последнее время заметила, что в магазине довольно часто прохожу мимо полок с хлебом. И все почему? Да потому, что у меня появилась на кухне новая помощница хлебопечка. И вообще, я давно мечтала о хлебопечке. Меня всегда завораживали видео, где хозяюшки пекут хлеб, где достают его хрустяще и говорят, какой же прекрасный аромат распространяется по всей кухне, по всей квартире. И знаете, да, это действительно прекрасный аромат, который теперь распространяется и по моей кухне. И у меня появилась вот такая хлебопечка фирмы Oberhof серия Bratter F4 в сером цвете, которая прекрасно вписалась на мою черно-серо-красную кухню. И да, я люблю подбирать бытовую технику, чтобы она сочеталась между собой даже по цвету. Это универсальная хлебопечка, которая позволяет изготавливать, выпекать хлеб массой до 1 килограмма. Вообще, есть три варианта использования, три варианта размеров буханочек хлеба от полкило до 1 килограмма. 15 автоматических программ, что очень удобно. И не нужно ломать голову, искать в интернете, как, что готовить. Можно приготовить просто хлеб французский, цельнозерновой. И, кстати, я уже закупилась разной мукой. И теперь постепенно пробую себя в этом деле. Есть функция приготовления быстрого хлеба, сладкого хлеба, хлеба для сэндвича, даже безглютенового хлеба. Есть еще интересные функции, например, как приготовление йогурта, десертов, замешивание теста для приготовления джема, тортов, выпечки. А также функция для своих каких-либо настроек. Но я пока не пробовала. Тут, я думаю, мне нужно сначала проверить все способы, все программы, а там уже и экспериментировать. Комплектация мне понравилась. У нас есть стандартная хлебопечка, съемная форма с антипригарным покрытием, которую даже смазывать ничем не надо. Хлеб отходит просто идеально. И достается она из хлебопечки легко для того, чтобы помыть. Мерная ложка, мерный стакан, специальный крюк для того, чтобы вынимать замесочную лопатку, забыла, как называется. Ну и, конечно же, подробная инструкция по эксплуатации с целой кучей рецептов. Целых 50 рецептов того, что можно приготовить в этой хлебопечке. Устройство управления очень простое. Есть у нас кнопка включения режима отложенного старта, что очень удобно, если вы хотите приготовить хлеб именно к своему приходу с работы. Кнопка запуска-остановка программы приготовления. Также регулятор, при помощи которого можно менять программу, а также изменять время готовки. А также регулятор бегунок для выбора автоматической программы и для варианта цвета корочки. Всего получается у нас три цвета корочки. Всего у нас получается три цвета корочки. Бледненькая, средняя зажарка и самая темная корочка, которая мне нравится. Я пробовала несколько вариантов рецептов приготовления из этой книжки. И хочу отметить, что на самом дисплее имеются индикаторы на каждый этап приготовления хлеба. Когда идет замес, когда идет расстойка, когда у нас идет процесс брожения для поднятия хлеба. И это очень удобно, потому что ты понимаешь, что сейчас в конкретный момент происходит. А еще у этой модели есть специальный дозатор, куда можно насыпать какие-то орехи, сухофрукты и другие ингредиенты, которые в процессе замешивания необходимо добавить в хлеб в тесто. Обычно орехи, например, кунжутные семечки или еще, например, семена чея не добавляются сразу в тесто. А они вносятся именно в последнем этапе замешивания. И тут очень удобно. Засыпал в эту емкость, поставил и когда нужно, все это высыпется и в тесто добавится. И я пробовала готовить два вида хлеба. Это обычный белый хлеб, а также мне понравился ржаной хлеб. Кстати, уже на втором процессе приготовления, когда я впервые попробовала приготовить белый хлеб, я уже начала экспериментировать. Например, помимо, не помимо, а заместо обычного масла я добавила масло от вяленых помидоров, где был чесночок и базилик. Добавила прованские травы. И знаете, насколько изменился вкус хлеба. Это что-то стало уже похожим на итальянскую чиабатту по вкусу. Поэтому простор для творчества в этом плане очень и очень большой. И да, мне понравилось, что можно поставить отложенный старт. И когда приходишь ты с работы, дома тебя ждет уже готовая буханочка горячего хлеба. Ну а для приготовления ржаного хлеба, естественно, я купила ржаную муку. Тем более, что без проблем даже в магнитных и пятерках можно ее найти. Видите, хлеб получился обалденный и я просто не могу передать тот аромат, который стоял у меня в квартире. И даже соседи по подъезду тоже заметили, что кто-то выпекает хлеб, но я не созналась, что это была я. Друзья, если вдруг вас интересуют дополнительные информации, дополнительные характеристики, что и где можно найти, все ссылочки я оставлю внизу в описании под видео. Так что, если вдруг что-то заинтересовало, переходите, смотрите. А также интересно будет узнать ваше мнение, как вы относитесь к домашнему хлебу. Если у вас хлебопечка, как часто вы печете хлеб, я пока нахожусь на том этапе, что я пеку хлеб каждую неделю. И нам с дочкой это действительно нравится. Субтитры сделал DimaTorzok